На территории Артёмовского городского округа с 2010 года ОАО «Регионально-информационный центр» производит начисления и сбор полотежей по частному сектору и по жилому сектору, который находится под управлением областной управляющей компании. На встрече со средствами массовой информации, исполняющей обязанности генерального директора ОАО «РИЦ» Кирилл Карманов довёл до населения следующую информацию. Там, где мы производим начисления и сборы денежных средств, мы производим сбор денег и перечисление их в том объёме, в котором были отпущены ресурсы, были собраны денежные средства, конкретно поставщику ресурсов. Сейчас, на данный момент, вернее, мы раньше неоднократно совместно с руководителями обл. Коммунерго выходили с инициативой заключения договора с РИЦ на обслуживание управляющей компании, но они неохотно шли с нами на взаимодействие, поэтому работа, она должным образом не была проведена. Таким образом, в связи с вступлением в силу нового законодательства, сообщил Кирилл Карманов, поставщик ресурсов, имеют полное право перейти на прямые расчёты с потребителем. В связи с этим, что будет сделано? Значит, мы будем являться расчётным центром в части платёжного агента, так скажем, обл. Коммунерго. То есть, мы будем по остальному жилому фонду ввести начисление сбора денежных средств по тем видам услуг, которые они предоставляют. Значит, это будет отдельная квитанция, она не будет включать услуги по содержанию жилья, ремонту, содержанию. То есть, ну вот, вся эта услуга, которая, это будет уже непосредственно там сам потребитель будет, жители будут заключать договор на это с управляющей компанией. Мы будем собирать деньги только за коммунальные ресурсы. И деньги эти перечислять в адрес поставщика обл. Коммуненерго. Как отметил исполняющий обязанности генерального директора ОАО «РИЦ», квитанции регионально-информационного центра жителям прекрасно знакомы. Поэтому Кирилл Карманов обратился к населению с убедительной просьбой отнестись с особым вниманием к оплате по квитанциям от ОАО «РИЦ». Также Кирилл Карманов сообщил, что для более корректного начисления платежей компании на сегодняшний день необходима база по жилому фонду, в чём, собственно, и заключается в данный момент проблема. Но управляющие компании, как уже было сказано, они нам не передают её в том виде, в котором она нужна. Поэтому, возможно, мы ожидаем, что будет очень много вопросов у населения, когда они получат квитанцию. Поэтому мы готовы всех принимать. У нас будет работать четыре окна, у нас будет работать две кассы, у нас работают банки, у нас принимает почта. Значит, работа у нас в этом плане, она как бы отработана. Касаясь протоколов, в которых будет отражено решение граждан о том, что они готовы переходить на непосредственную форму управления, Кирилл Карманов обратился за помощью к самим жителям, при этом пообещав, что со своей стороны компания будет всегда готова помочь во всех организационных вопросах. Мы готовы помогать в организации собраний, готовы предоставить проекты протоколов, то есть мы готовы всячески помогать в этом.